Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экземпляр. Ибо тот человек сказал нам, не являйтесь ко мне на лицо, если брата вашего не будет с вами. Израиль сказал, для чего вы сделали мне такое зло, сказав тому человеку, что у вас есть еще один брат. Помню все события, которые предшествовали описанному, прочитанным шести стихам сегодня, что голод усиливался, что Иосиф был продан, сначала Иосиф был продан братьями своими, в рабство, там он сделался человеком великим, но его постигли искушения, он был в темнице, вышел из темницы, встал снова в почете, фараону снились сны, он их растолковал, и сказал, истолкование снов разве не от Бога? Истолковав эти сны, фараон его возвеличил, он стал вторым человеком после фараона, распорядителем, можно сказать, министром финансов всего Египта. Он правильно распределил те доходы, которые были, то есть излишки в годы урожайные он оставлял, и сказал, чтобы они сберегались, потому как сны, которые были фараона, говорили о том, что в той стране будет голод, то есть будет экономический кризис. И вот действительно, то, как Иосиф говорил, так это и произошло. Все скопленное богатство, которое по его мудрости, которое давал ему Господь, он в дальнейшем, когда наступил голод, правильно им распорядился, и вот братья, которые жили его, те, которые его продали, они пришли к нему для того, чтобы взять пищу. И Иосиф их узнал, но они его не узнали. Как мы помним, все события, и отправил их, они пришли к нему без младшего сына, без Вениамина, без единоутробного с Иосифом. Тогда он им сказал, идите и придите, жив ли там ваш отец еще, и приведите младшего сына. Они ушли, и вот какое-то время они жили там, в своей стране, им хватало того хлеба, который они приобрели у Иосифа. И как мы с вами теперь уже прочитали с первого стиха, что голод усилился на земле. И они вспоминают о том, что Иосиф им предлагал прийти снова, и что он готов им оказать эту помощь, но они еще не знали, что это их брат проданный. И тогда они говорят отцу своему, Иакову, Израилю, что пойдем мы в ту страну обратно и возьмем хлеба, но нам нужно идти с Вениамином. Потому что человек тот сказал, если придете, задумайте, вернее, прийти, не приходите пред лицо мое, как мы с вами прочитали, если с вами не будет Вениамина. И вот они все это говорят Израилю. Что отвечает Иаков, Израиль? Он говорит, зачем вы делаете мне такое зло? Действительно, кто такой Иаков? Иаков, избранник Божий, Израиль, тот, который дорожил, как мы помним, своим первородством. Помним эту историю и Савва, и Иакова, когда он своей мудростью восхитил у него первородство. И теперь Иаков говорит, зачем вы делаете мне такое зло? Действительно, почему Бог допускает зло человеку праведному, человеку смиренному, мы привыкли, что вот согрешил, но значит, получи за свое согрешение. А здесь Иаков ничем не согрешил. Он обманут. Он был обманут тем, что его сыновья сказали, что брата растерзал дикий зверь. Почему Бог допускает зло? На этот вопрос отвечает писатель V века, богослов Цезарь Арльский. Вот что он пишет. Давайте внимательно рассмотрим, что произошло. Хотя слуги и друзья Бога избегают серьезных грехов и совершают множество добрых дел, но, как мы считаем, они лишены недостатков, поскольку Бог не обманывает, когда говорит, кто родится чистым от нечистого, ни один. И благословенный ангелист Иоанн, который точно не уступает заслугами святому Иакову, провозглашает. Если говорим, что без греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. 1 Иоанна, 1 глава, 8 стих. А в другом месте читаем. Семь раз упадет праведник и встанет. Вот потому что благословенный Иаков, как было сказано, не мог иметь мелких недостатков. Бог вожелал уничтожить их, в этом мире через огонь терзания. В нем исполнилось то, что Бог сказал Духом Святым. Глиняные сосуды испытываются в печи, и испытание человека в разговоре его. Кроме того, Господь, как сказано, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Так, об этом сказано, посланник евреям, 12, 6. Кого Господь любит, того наказывает. И многими, сказано, скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Деяние апостолов, 14, 22. Итак, «Чтобы Бог мог святого Иакова предъявить как очищенное золото во время грядущего суда, он сначала снял с него все следы греха, так, чтобы огненный судья не обнаружил в нем ничего для себя». Конец цитаты. Такое удивительное по своему объему и содержанию цитата этого богослова V века. Так и пишет, что кого Бог любит, того наказывает. Что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Иакову посылаются эти страдания ради его очищения. Всякая скорбь, которая посылается нам, она посылается как лекарство для очищения нашей гордости и самомнения. «Чтобы и предъявить нас Богу без всякого недостатка». Помните те слова из соборного послания апостола Иакова, который так и пишет. «С великой радостью впадаете, братья, когда впадаете в различные искушения. Ибо через искушение и преодоление их Бог соделает вас и хочет соделать совершенными без всякого недостатка. Ибо ничто нечистое, как сказано в Писании, не войдет в Царствие Божие». Поэтому все скорби ради Христа, которые нам посылаются в этом мире, лишь только с одной целью, по Божьему промыслу, чтобы очистить нас, чтобы мы были достойными гражданами Царства Христова. И мы читаем с вами далее. Седьмой стих. «Они сказали, «Расспрашивал тот человек о нас и о родстве нашим, говоря, жив ли еще отец ваш, есть ли у вас брат?» Мы рассказали ему по этим вопросам. «Могли ли мы знать, что он скажет, приведите брата нашего?» То есть они начинают оправдываться. Иуд же сказал Израилю, отцу своему, «Отпусти отрока со мною, и мы встанем, и пойдем, и живы будем, и не умрем, и мы, и ты, и дети наши. Я отвечаю за него, из моих рук потребуешь его. Если я не приведу его к тебе, и не поставлю его пред лицом твоим, то останусь я виновным пред тобой во все дни жизни». То есть Иуда дает клятву. «Если мы не замедлили, то уже бы сходили». Израиль, отец их сказал им, «Если так, то вот что сделаете. Возьмите с собой плодов земли сей и отнесите в дар тому человеку несколько бальзама, несколько меду, стераксы и ладана, фисташков и миндальных орехов. Возьмите и другое серебро в руки ваши, и серебро обратно вложено в отверстие мешков ваших. Возвратить руками вашими может быть это недосмотр». То есть Иаков говорит, «Не идите с пустыми руками. Раз этот человек вам помог, еще и какое-то серебро было обнаружено, то возьмите с собой и подарки». Это и нам очень хорошая подсказка в деле нашего милосердия, когда его можно сотворить, чтобы мы не приходили с пустыми руками. В русской традиции есть такое даже понятие, как гостиница. То есть человек приходит в гости, он должен прийти с гостинцем. То есть с тем каким-то таким подарком или с какими-то продуктами для того, чтобы сотворить какую-то милость и вместе какую-либо трапезу. Но надо сказать, что отцы церкви в этих событиях видели не просто гостеприимство, не просто состояние милосердия, не просто желание какой-либо милостыни, но также и иносказательные аллегорические образы. Например, святитель Амур Семидиоландский пишет по этому поводу. Цитата. «Они ведут с собой младшего невениамина, который пришел, сопровождаемый фимиамом, и неся с собой смолу, чем скрепляются мраморные камни, потому что своей проповедью, словно духовной смолой, он будет скреплять живые камни. Он несет также мед, которым внутри раны уничтожаются вредные вещества без какого-либо болезненного очищения». В самом деле, такова была проповедь апостола Павла, что он, острием своего рассуждения, уничтожал гнойную инфекцию и выводил наружу испорченную жидкость, желая более прижечь больные органы духа, нежели отсечь. А то, что фимиам есть образ молитвы, он как бы говорит, и объяснять не надо, а кассия или алоя – образ погребения. Нас учит пророк Давид, говоря «Смирно и алое, и кассия от одежд твоих». Итак, свидетель Амбросий Медиаланский видит здесь прообраз проповеди служения, миссионерского служения апостола Павла и пишет, «Итак, Павел, продолжает, пришел проповедовать крест Господень, то есть вечно зеленый дуб и миндальный орех, у которых твердая вскурлупа и нежный плод. По справедливости и священнический желзл Арона был из миндаля, и посох Еремии тоже, а также серебра вдвое. Кто же будет сомневаться, что эти дары не были бесполезны, ибо и жизнь патриарха, и слово апостола вечно зеленеют в душах каждого человека, а беседы святых, подобно серебру, закаленному в огне, блистает сиянием спасительной заповеди. И весьма справедливо братья принесли двойную сумму серебра, чем был прообразован приход Павла, который оказывал сугубую честь тем пресвитерам, которые трудятся в слове и в учении. Вот, конец цитаты, такой прообраз в этом событии. Казалось бы, для нас обычное гостеприимство, обычно не идти с пустыми руками, как мы сказали, но такой прообраз, будучи духоносным отцом, свидетелем Росиме Дионански, видит в этом событии. И мы читаем с вами далее. Вся эта делегация собирается, они идут, и взяли эти люди дары, как сказано, вот в 16 стих состоялась встреча, они берут с собой Вениамина, и 16 стих говорит, что Иосиф увидел между ними Вениамина и сказал начальнику дома своего, «Веди всех людей в дом и заколи что-нибудь из скота и приготовь, потому что со мной будут есть эти люди в полдень». И сделал человек тот, как сказал Иосиф, и ввел человек тот людей сих в дом Иосифов. Вот что по этому поводу пишет ироним Стридонский, святитель. «Веди всех людей в дом». Для нас опять, ну, обычные события, но снова и снова повторю. Отцы церкви видели в этих событиях и в священном писании Ветхого Завета, к чему и нас побуждают прообразы, которые исполнились в Новозаветной Церкви и которые продолжают исполняться в Церкви Христовой здесь, на земле. Вот что пишет ироним Стридонский, святитель. Цитата. В другом месте мы читаем, что этот образ, Иосиф явившийся прообразом, спасителя, был мужем святым. Он был продан своими братьями, ибо они продали брата своего и правил в Египте. Так и Господь. И Спаситель наш был продан иудеями и правил в Египте века сего. Итак, этот Иосиф муж святой, исключительный, преодолевший жестокость своим благочестием, который потому был продан в Египет, чтобы он накормил Египет, как и братьев своих, которые его продали. Итак, Иосиф пригласил братьев своих в дом. То есть, приглашение в дом, конец стата, Ироним Стридонский видит, как приглашение нас в вечные обители. Те, кого, тот, кого мы с вами предали, тот, кого мы с вами иногда предаем своими грехами, приглашает нас в свои обители через покаяние. В этих братьях еще нет покаяния, но этим приглашением Иосиф сподвигает их к этому состоянию, состоянию обращения к Богу, состоянию видения своего греха, о котором так и сказано, что первым признаком здравия души есть видение своих грехов. И мы читаем далее, 18 стих, испугались люди эти, что ввели их в дом Иосифа и сказали это серебро, они боялись, что это серебро, что это какой-то подлох, что их, как сегодня на современном языке сказали, как бы подставляют. Страх у них, возвращенные прежде в мешки наши, как сказано, ввели нас, чтобы придраться к нам и напасть на нас, и взять нас в рабство и ослов наших. И подошли они к начальнику дома Иосифа и стали говорить ему дверей дома, они стали оправдываться и сказали, послушай, господин наш, мы приходили уже прежде покупать пищи, и случилось, что когда пришли мы на ночлег и открыли мешки наши, вот серебро, каждого в отверстие мешка его, в отверстие мешка его серебро наше, по весу его, и мы возвращаем его своими руками. А для покупки пищи мы принесли с собой другое серебро в руках наших, мы не знаем, кто положил серебро наше в мешки, он сказал, будьте спокойны, не бойтесь, бог ваш и бог отца вашего дал вам клад в мешках ваших. Смотрите, этот удивительный человек, с которым они разговаривают, в словах братьев Иосифа мы не слышим ни одной нотки того, что они сказали, мы люди богобоязненные, и то, что вот мы нашли, это какое-то недоразумение, потому что мы верим Богу, и мы такое не могли сделать, потому что мы поступаем по заповеди Божьей, ни одно слово. И какое здесь обличение, им, египтянин, напоминает и говорит, что не бойтесь, бог наш, бог ваш, и бог отца вашего дал вам клад в мешках ваших. Он два раза употребляет слово бог. Такое обличение, что иногда люди века сего больше надеются своей простоте души на бога, нежели сыны избранные. верующие. Поэтому не все, которые ходящие в храм Божий, это еще одно такое указание, суть верующие. Помним эти слова. Когда Господь говорит, что вы говорите мне, Господи, Господи, помните, о заповеди моих не соблюдаете. Седьмая глава, Евангелие от Матфея, 21 стиха. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царствие Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, не Твоего ли именем и пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили? И что скажет Господь? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. То есть, оказывается, и добрые дела можно делать беззаконно. Всякая заповедь, как говорит Симеон Новобогослов, святой, которая сделана недобрым образом, не есть добро, то есть, которая не сделана по воле Божией, по смирению. А по гордости это добро не может быть, потому что он вредит человеку. Будем очень внимательны, будем наблюдать за собой, не будем подражать этим братьям, которые здесь, уговаривая этого египтянина, в общем-то, даже о Боге не вспоминают. И ввел тот человек, как сказано в 24 стихе, людей сих в дом Иосиф дал им воды, и они омыли ноги свои, и они приготовили дары, и приходил Иосиф в полдень, ибо слышали, что там будет есть хлеб, и пришел Иосиф домой, и они принесли ему в дом дары, которые были на руках их, и поклонились ему до земли. Он спросил их о здоровье, здоров ли отец ваш, о котором вы говорили, жив ли он еще. Видимо, Иосиф интересуется этим не случайно, он говорит, что это как бы формально, из уважения, мы понимаем, что он спрашивает о своем отце. Здесь он соблюдает пятую заповедь, почитая отца и мать. Как часто мы интересуемся здоровьем своих родителей. Или как вот на тех плакатах, которые висят по Москве. Там успел, со спонсором встретился, с этим успел, а к маме заехать опять опоздал, опять не смог. Поэтому здесь это такое напоминание, что Иосиф, в какой бы ситуации он ни находился, он всегда помнил о Боге и всегда действовал по заповеди Божьей. Это важно. Если мы любим Бога, неважно, что бы с нами ни происходило, надо действовать по заповеди Божьей. Всегда. Руководствуясь только Словом Божьим. Если по-другому, то тогда, ну что искать, тогда ждать помощи от Бога. А если действуем по заповеди Божьей, тогда Бог своим промыслом, мы даем возможность Богу своим промыслом вмешиваться в нашу жизнь, если хотите. Потому что Бог дорожит нашей свободой. Но действуя по промыслу Божьему, даем Богу действовать в нашей жизни. Они сказали, здоров, 28 стих, и подняли глаза свои, увидели Вениамина. И поднял Иосиф глаза свои, увидел Вениамина, брата своего, сына матери своей, и сказал, это брат наш меньший, о котором высказывали мне, у них спрашивает, и сказал, да, будет милость Божья с тобой, сын мой. И поспешно удалился Иосиф, потому что воскипела любовь к брату его, и он готов был заплакать, и вошел он в внутреннюю комнату, и плакал там. Мы видим, что Иосиф, такие чувства, которые были у него, как долго он не видел своего брата, как долго он был оторван от своей семьи, не по своей воле, а по предательству братьев, среди этих людей не было Вениамина, и он понимает, что Вениамин даже не причастен к этому, хотя он и готов и братьев простить уже, которые его предали, и уже в своем сердце он их, в общем-то, простил, но испытывает их в некой мере, насколько в них еще осталось состояние покаяния. И, умыв лицо свое, как сказано, вышел, и скрипился, и сказал, подавайте кушанье, и подали ему особо, им особо, ели, как сказано, пили, и посылали им кушанье от него, и доля Вениамина была в пятеро больше, доля каждого из них, и пили, и довольно пили, и ели с ним. Так рассказывает эта глава о встрече Иосифа со своими братьями. Мы видим, что Иосиф не питает к ним никакого зла. Это удивительно, совершая заповедь, которая будет сказана уже в Нагорной проповеди Господом и Спасителем нашим Иисусом Христом, что любить врагов ваших. Давайте милость и благотворите ненавидящим вас, не проклинайте, а благословляйте. Иосиф поступает тогда еще в веткозаветные времена по заповеди Христовой. Не ненависть, не желание отомстить своим братьям движет этим благородным сердцем, а любовь, сострадание, видя их состояние, такой несчастной их души, Иосиф старается всячески своим гостеприимством, своим отношением к ним, к своим братьям, предавшим его, возбудить в них главное состояние, которое приводит в соединение с Богом. Это состояние метаной, обращение ума, состояние покаяния. Видим, действительно, читая эту книгу, что Иосиф был не только прекрасен, как о нем сказано, внешне, такая прекрасная и благородная душа, посвятившая себя всецело служению Богу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok